Девочки и молодые девушки Которые испытывают парализующий страх Может быть так выглядят и юноши И люди постарше, не знаю Я видела такое в пионерском лагере У девочки, которая до обморока боялась пауков А ей их положили 30 штук в тарелку под крышечкой Где лежал ее кусочек торта на после ужина Она подняла крышечку и они поползли По тумбочке, по ее руке Все пирожное шевелилось от их круглых телец И суставчатых ног Тот, кто это сделал, ожидал, что она завяжет Она молчала И лицо ее застыло на полминуты Тем самым выражением Не страх, не отвращение А детская изумленная обида Так мог выглядеть ребенок Вбежавший новогодним утром в комнату за подарками И обнаруживший, что елки уже нет И праздника не будет Глаза, рот, брови Все это выражало одно Как это может быть? Почему это происходит со мной? Пусть этого не будет! И лишь когда ее тронули за плечо, она завопила И лицо ее исказилось привычным омерзением Губы разошлись и скривились Нос сморщился Глаза брызнули слезами Она отказалась спать в этой комнате И я не могла спать всю ночь Потому что видела перед собой ее лицо И думала, что именно так добрая, наивная душа Встречает самое страшное Удивлением и обидой Как это может быть? Как это может быть со мной? История о другом История о моей подруге, которая пропала без вести полгода назад Я хочу, чтобы вы все знали Лиза Пряникова – самый лучший, честный и добрый человек Который только может быть на свете Или мог быть Она была, как ее фамилия, приятная Гостеприимная Обещающая покой и уют Она была из тех, кто не задумывается Когда видит падающего человека на улице Брала к себе кошек От которых хотели избавиться хозяева Искала им новые дома Не давала спуску Если кто-то при ней начинал зло сплетничать об отсутствующих Когда мы увидели эту женщину Я бы прошла мимо Успокоила бы свою совесть тем, что она просто юродивая Уж очень не хотелось подходить Выше пояса она была завернута в черный шерстяной платок Покрывавший ее голову и спадавший на лицо Само лицо она закрывала руками И весь этот черный кокон Ее голова, шея, плечи, руки Был неподвижен Шевелились только ноги И эти ноги ходили туда-сюда, подрагивая в коленях Словно она чуть приседала на каждом шаге И шаги были разной длины Она издавала звуки Вроде и речь, а вроде хныканье Такое неестественное, нарочитое хныканье Лиза сказала Женщине плохо, идем И потянула меня за руку Я старалась идти медленнее Словно могла этим что-то оттянуть Отменить От чего-то обратила внимание, как тихо на улице Где прохожие Но вблизи она вроде была похожа на человека И сквозь ее хныканье даже стали понятны слова Не надо, не смотрите на меня Она уклонялась от наших взглядов Отворачиваясь всем телом Наклоняясь вниз И снова мне показалось, что верхняя ее часть Словно неподвижная насадка Над обыкновенными человеческими ногами В довольно модных, но не старушечьих брюках Гнулась она только в поясе И ниже Лиза уже расспрашивала ее, что случилось Положила руку на черное плечо Я сделала усилие И протолкнув сухой комок в горле Поддержала подругу Может в милицию позвонить? В этот момент женщина повернулась в полоборота И я увидела уголок ее накрашенного рта Выступающий из-за края ладони Получается ее рот шире обеих ладоней? Или это были не губы? Я подумала, меня вырвет Или я даже описываюсь Такая накатила тошнота и слабость От отвращения Я заставила себя сделать маленький шаг Потом еще один Хотела дотянуться до Лизы Схватить ее и уволочь подальше Но она была полна решимости Помочь этому чудовищу Женщина все причитала Не надо смотреть, не смотрите Только на лицо мое не смотрите Нет, нет Развернулась и пошла на нас Приседая Лиза забежала перед ней И силой отвела ее руки в стороны И вот тут я второй раз в жизни Увидела то самое выражение Лизины глаза распахнулись Брови поднялись домиком Словно она хотела спросить Почему? За что мне это? Но это было не просто удивление То, что она видел в тот момент Было настолько отвратительно и страшно Что просто не могло существовать в этом мире Я бы все отдала в тот момент Чтобы рядом был еще кто-то Чтобы мне не пришлось идти к Лизе И уводить ее от этого зрелища Делить с ней кошмар Но она стояла там С застывшим обиженным лицом И я была ей нужна В тот момент, когда я рванулась к Лизе Женщина вырвала свои руки Из ослабевших Лизиных ладоней И прижав их к лицу Как раньше пошла к переулку Неся на вихляющих ногах Неподвижный торс И Лиза завыла Как животное Как сумасшедшее Она согнулась пополам Из глаз капали слезу По подбородку текла слюна Я трясла ее Попробовала обнять Поцеловать ее щеки Растереть ее холодной ладони Бормотала что-то Постепенно она начала успокаиваться Рыдания перешли во всхлипывание Я повела ее прочь оттуда Домой В безопасность Лиза закрывала руками зареванное лицо Я обнимал ее за плечи И спина ее под моей рукой Была напряжена Не просто напряжена Она была твердой как камень И становилась все тверже Лиза Она уже хныкала Тонко и однообразно Лиза Я попыталась убрать ее руки От лица Не смотри на меня Вот что она мне сказала Не смотри Не надо смотреть Не надо смотреть на лицо Я зажмурилась Чтобы не видеть в подробностях То что виднелось между ее пальцев С закрытыми глазами Я слушала только удаляющиеся хныканье И неравномерные шаги Больше я ее Не видела Подписывайтесь на канал Вступайте в группу И конечно же Спасибо За внимание Субтитры создавал DimaTorzok